Всем привет, друзья! Свежая распаковка посылок на канале, а это значит, что товары по традиции из разных категорий и все полезные ссылки находятся как всегда в описании. Там же в описании найдете ссылку на телеграм-канал, в котором публикуются акции, скидки, промокоды и просто ссылки на интересные товары с различных маркетплейсов. Обязательно заходите, подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям и давайте начинать. Поехали! Начать хочу с очень интересного и необычного товара. Увидел его на Алиэкспресс и подумал, что надо заказать обязательно, ведь раньше я такого даже не встречал. Приходит все в обычной пупырке, в комплекте небольшой мануал и сам девайс. Это ложка весы или ложка со встроенными весами, не знаю как правильно, можете написать в комментариях. Представляет собой большую ложку длиной 23,5 см. В моем случае в нежно-зеленом цвете, но у продавца имеются разные варианты расцветок. Работает от батарейки формата CR2032, которой в комплекте нет. Хорошо, что прикупил на Валберес такие батарейки, кстати ссылку на них оставлю вам в описании на всякий случай. На рукоятке находится небольшой цифровой дисплей и три кнопки управления. Кнопка вкал-выкал, она же является кнопкой обнуления тары, кнопка выбора единиц измерения массы и кнопка блокировки значений. Весы измеряют массу в граммах, унциях, каратах и дзынях. Пределы измерения от 1,1 грамма до 500 грамм, шаг 1,1 грамма. Решил немного потестировать эту ложку тем, что было под рукой. Сравнивал показания с ювелирными весами и скажу, что показания были разными, причем с разным весом разница была разная. Если будете пользоваться такой ложкой, то ее нужно держать строго горизонтально, тогда значения будут более-менее правильными. Думаю, что это и не проблема, ведь даже если вы обычной ложкой что-то подкидываете в кастрюлю, например, то вы ее тоже держите горизонтально. Использовать такую ложку можно для дозирования различных круп, муки, чая, каких-то жидкостей и много для чего еще. Думаю, что каждая хозяйка найдет таким весам применения на кухне. Летим дальше. Как и обещал, еще один велосипедный товар. Это фонарь. Поставляется в картонной презентабельной коробке, внутри сам фонарь, USB Type-C кабель для зарядки встроенного аккумулятора, да, Type-C, что очень даже современно. И крепление в виде силиконового ремешка и пластиковой перемычки. Фонарь можно крепить как с помощью резинки, так и просто прицепив его на рюкзак или одежду. На нижней части под резиновой заглушкой находится USB порт для зарядки встроенного аккумулятора. Сверху кнопка включения девайса. Сам фонарик небольшой и имеет размер в высоту чуть меньше 5 сантиметров. На борту три режима работы – слабый, мощный и строп. Фонарь хоть и маленький, но очень яркий. Даже в дневное время суток светит он ярко и видно его издалека. Также производителям заявлена степень влагозащиты IPX4, что очень неплохо. Крепление на велосипедное сидение у фонаря простое и быстрое, так что его можно с легкостью снимать для подзарядки или забирать с собой, чтобы не украли. Как и говорил, даже днем его свет видно отлично, хоть и на камеру этого не передать. В целом, неплохой девайс для велосипедистов и самокатчиков. Также удобное и быстрое крепление можно отнести к плюсам устройства. Мчим дальше. Здесь пришел товар из категории «для животных». Приходит все в хорошо запечатанном плотном пакете. Это леденец для животных. По идее, вся эта конструкция клеится на стену или другое место, и при необходимости открывается колпачок, под которым находится сам леденец. Покупал я его для кошки, но она даже не понимает, что с ним надо делать. Поэтому и думал, показывать вам этот товар или нет. Читал отзывы к этому леденцу, некоторые пишут, что котам нравится, но видимо моя кошка сломалась и ей совсем не зашла такая забава. Покупать или нет такую приблуду решать только вам. Кстати, напишите в комментариях, может кто-то покупал такую штуку, а мы едем дальше. Товар для кухни. Приходит в обычном пакете в виде колбаски. Томить не буду, это впитывающий коврик для посуды, точнее для сырой посуды. Именно так он позиционируется у продавца. В моем случае размер коврика 30 на 50 сантиметров. Материал полиэстер. На картинке у продавца, конечно, все красиво, но по факту края уж очень криво обрезаны. Коврик двухслойный, верхний слой впитывающий, нижний противоскользящий. Сказать могу только то, что очень удобная штука при мытье посуды. Помыл, поставил на этот коврик и потом уже можно вытирать ее. Коврик влагу впитывает, ну и сушить его тоже нужно. В целом удобно, но минус тут продавцу за криво обрезанные края. Летим дальше. Трипот, монопод, два в одном. Качество пластика здесь на троечку, но запаха никакого нет. Пружина хорошая, телефон держится крепко, никуда не вылетает. Держатель регулируется в разных плоскостях. В сложенном состоянии длина монопода всего 19,5 сантиметров. В разложенном максимальная длина 70 сантиметров. Пульт управления с пуском затвора имеется, коннектится с телефоном по Bluetooth версии 4.0. В качестве трипода использовать девайс удобно. Подойдет как для фото, так и для видеосъемки. Обычный, недорогой трипод монопод с беспроводным управлением и своих денег думаю, что стоит. На рынке есть и другие подобные устройства с лучшим качеством, но и цена будет выше. Продолжаем. Очередная маркетинговая уловка от китайцев. Увидел я название товара «Вечный карандаш» и не почитав отзывы решил его купить. Приходит в бумажно-пупырчатом пакете, в котором кроме карандаша ничего нет. Внутри спрятан кусок мягкого ластика. Пишущая часть это обычный грифель, как и в обычных простых карандашах. Единственное, он здесь толще раза так в 4 примерно. То есть никакой это не вечный, а простой карандаш. И неизвестно насколько его хватит, так как подточить его нельзя и заменить грифель тоже. Такое еще найти надо. В целом обычный карандаш, но в красивой обертке. Пишет ли? Да, пишет. Ластик стирает, в общем все отлично. Кстати, сижу монтирую видео, заглянул на страницу товара и обнаружил, что продавец поменял название товара. Теперь это не вечный карандаш, а карандаш для скетчей. Вот так продавец набрал себе заказов с названием товара «Вечный карандаш», поднял себе рейтинг и изменил название. Будьте бдительны при покупке в интернете и смотрите мои видеоролики, чтобы все знать о товарах на маркетплейсах. И напоследок. Долго думал показывать вам этот товар или нет и решил показать. Стоит эта штука в районе 200 рублей за пару. Это настенный держатель для телефона. В комплекте с ними идут два куска двухстороннего скотча. Почему думал показывать вам эти штуки или нет? Да, потому что качество пластика мне сразу не понравилось. Так же как и не понравился облой на изделии. Можно сказать кусок вторсырья за 200 рублей. Плюс ко всему они очень гнутые. Дома такие даже не стал бы вешать, а вот в гараже или на даче можно было бы. Ссылки на все товары, а также на телеграм канал находятся как всегда в описании к видеоролику. А с вами был как всегда Иван, это канал обзоров. До скорых встреч, пока-пока.